Чего отчет голландцев появился? Нет, в прессе. Прокомментируйте ситуацию по делу Марк Во, просит Михаил. Из того, что нам сообщил Следственный комитет, что вы поняли? Значит, я внимательно прочитала заявление товарища Маркина. Я поняла, что если раньше Навального обвиняли в том, что его финансирует Кремль, теперь его пытаются обвинять в том, что его финансировало само правительство Москвы. Для того, чтобы он попытался выиграть выборы у Собянина, само правительство Москвы каким-то образом его финансировало. Я из этого сделала вывод, что поскольку идет борьба разных башен Кремля, то какой-то из башен Кремля ужасно хочется, чтобы какие-то популярные люди в московском правительстве, я не знаю, тот же самый Сергей Капков, который вполне популярен среди московской интеллигенции, чтобы он либо подал в отставку, либо чтобы его убрали с его места. Так я понимаю, что ребята в погонах, они просто готовят почву, чтобы пилить бюджеты. Ведь в условиях сокращающегося бюджета и уменьшения нефтяной ренты, которая перераспределяется прежде всего по бюрократии, соответственно, вот эта денежная база, она очень происходит сжимание. И поэтому хочется заранее как-то обеспечить не снижение собственных доходов. Я хотела бы наконец увидеть, как Следственный комитет займется расследованием недвижимости чиновников. Или задастся вопросом, как чиновник, зарплата которого 2,5 копейки, а собственность у него на 2,5 миллиарда. Мы этого совершенно с вами не видели. Я думаю, что ИСКА все время пытается демонстрировать свою бурную деятельность. Потому что, опять же, это тоже вопрос бюджетов. Как известно, главный враг одного бюрократа – другой бюрократ. Потому что все они борются за максимализацию своих полезностей. Чем полезнее ты выглядишь в глазах суверена государя, тем больше тебе за это могут заплатить. И потом очень важно с этого поля отжать другого бюрократа в погонах. Вот, собственно, это мы все время и наблюдаем. Просто постоянно еще жертвой становится Алексей Навальный, его семья, а посредственно, конечно же, его дети, его мамы и папы, которые наблюдают, как пытаются отправить на зону уже двоих сыновей. Вот такая история, ну что поделаешь. То есть, вы хотите сказать, что дело, которое сейчас ждут оглашения приговора 15 января по делу Навальных, оно тоже к Навальному по большому счету не относится? Конечно, не относится. Ни один из свидетелей обвинения, которые приходили на процесс, Алексей Навальный, каждому из них задал вопрос, знаете ли вы меня? Его не знал, его знали из газеты, из телевизоров. Никто из свидетелей обвинения не был знаком с Навальным. Вчера, собственно, у меня здесь у нас в студии «Эхо Москвы» была передача, на которой Сергей Смирнов, который все время был на процессе, подробно об этом рассказывал. Так что, конечно, это не имеет никакого отношения. Берут заложники, только в прошлый раз в качестве заложника по делу Киров-Леса брали Петра Альфцерова, потому что у него пятеро детей. А сейчас берут заложники Олега Навального, потому что у него двое детей, и младшему еще даже нет годика. А вот по вашим ощущениям сейчас реален этот срок? Абсолютно. Я думаю, что одна какая-нибудь из башен Кремля ужасно хочет засадить Навального максимально долгий срок, потому что не удалось его заткнуть совсем, пока он находится под домашним арестом, и им кажется, что если они его отправят на зону, они сумеют его заставить замолчать. Не сумеют. Вот вообще не сумеют. Я просто думаю, что пока решение по делу Навального не вынесено на самый верх, понятно, что решение будет принимать Путин, и какой срок он захочет дать Навальному, будет принимать, конечно же, он. Но пока этого решения нет. Вот тут важная история. Вот всем этим замечательным чиновникам, в том числе господину Маркину, и господину Бастрыкину, и прочим замечательным товарищам Следственного комитета, я все-таки советую почитать историю Советского Союза. И вспомнить, что сталинские репрессии, они начинались против крестьян, потом против инженеров, там Шахтинское дело 1929 года. В результате 20 тысяч чекистов было расстреляно, 20 тысяч, и еще сотни пошли по лагерям. Поэтому и товарищ Бастрыкин, и товарищ Маркин, они должны отдавать себе отчет в том, что если они, им кажется, что они развязывают это красное колесо против, там, либералов, демократов и против оппонентов. Вот им еще раз надо вернуться к российской истории. Если их не устраивает российская история, можно вернуться к истории Аргентины, к истории Бразилии, к истории Уругвая, к истории Чили. И обратить внимание на то, что когда начинается репрессивная волна, красное колесо прежде всего идет по элитам, и прежде всего по элитам в погонах. Вот это они должны, мне кажется, им полезно почитать и подумать. И если они думают, что они сейчас раскручивают эту волну ненависти по отношению к своим политическим оппонентам, что это им поможет, и это их от чего-то защитит, нет, не защитит. Потому что они уже так засветились, что и враги, и друзья сдадут их в первую очередь. И еще раз повторяю, 20 тысяч чекистов было расстреляно во время сталинских репрессий. Их снимали слоями. Слоями, потому что товарищ Сталин очень хорошо понимал, что эти ребята, которые насытились чужой кровью, и почувствовали собственное всевластие, и собственной бесконтрольности, то, что им все позволено, и они могут расстрелять и маршала Блюхера, и маршала Тухачевского, и кого угодно, что эти ребята рано или поздно бросятся ему на шею. Вот товарищ Сталин это очень хорошо понимал. Поэтому снимал он этих следователей НКВД слоями, посадил, Егода выполнил свою задачу, первая волна репрессии, сняли слой, которые были под Егодой. Ежов выполнил свою задачу, составили планы по уничтожению, по первой категории расстрел, и по второй категории тюремные сроки, по всем областям, краям, республикам и так далее. Ежов выполнил свою работу, расстреляли Ежова и сняли весь слой чекистов. Я не знаю, забуду письмо Ушимского, которое следователи по делу Тухачевского, который пытал и избивал маршала Тухачевского. Я читала его письмо товарищу Сталину, когда он писал, я больше выдержать этих пыток не могу. И вот Сталин снял полностью весь этот слой чекистов. На это место пришел Берия. Не надо рассказывать, чем закончил Берия. Так вот сняли же их всех и расстреляли. Но, Евгения Марковна, это все-таки не Сталин, и это все-таки не 37-й год. Я же это... Нет, конечно, не Сталин, конечно, не 37-й год. Я же говорю об этом как модель. Всегда, когда у вас есть правитель, у которого основная база поддержки, ребята в погонах, этот правитель больше всего начинает опасаться. Как только эти ребята в погонах забирают слишком много власти и начинают думать, что они здесь главные, потому что они решают, кому жить, кому умереть, кому сидеть и кому быть на свободе, кому уехать в Европу, а кому не уехать, они сразу теряют ощущение реальности. И правитель обязательно их начинает смещать и применять по отношению к этим ребятам очень жесткие меры. Он их сам начинает бояться. Так было в Аргентине, так было в Ругвайе, когда сидел каждый 50-й, так было и так далее. Потому что правители боятся больше всего людей из своего окружения. И больше всего они боятся тех людей, у которых есть право носить оружие, и которые рано или поздно могут к нему прийти. Поэтому это не вопрос сталинского времени. Модель управления, при которой у вас нет суда, разрушены все, без исключения института. Вот у нас Андрей Колесников замечательно об этом в номере пишет. Это главный итог 2014 года. Все институты разрушены. Нет института президента, нет института правительства, нет института Центрального банка, нет института представительной власти. Ничего этого нет. Есть персоналия, его зовут Путин Владимир Владимирович, который и суд, как мы видели в ситуации с Автушенком, он его, так сказать, отпустил из-под домашнего ареста. Он все на свете. Понимаете? И вот он в конечном итоге остается один на один с этими ребятами в погонах, которым кажется, что они держат Бога за бороду. Так вот именно, когда уже все разрушено, дальше правитель, понимая, что его ничего не защищает, берется за этих ребят в погонах. Но я не говорю о том, что элиты, конечно же, как опять мы знаем по авторитарному режиму Латинской Америки, да и как это было и в Советском Союзе, там в элитах не будет ни правых, ни виноватых, ни белых, ни черных, ни либералов, ни монархистов. Как правило, они идут все под одну гребенку. Как вам кажется, выход на улицы массовый, неважно, по поводу Навального или по поводу экономических каких-то проблем, сильно повлияет на ситуацию? Да нет, сейчас на ситуацию будет влиять прежде всего ситуация в экономике. Все, сейчас уже, это будет, знаете, массово, не массово, это мы с вами говорим в терминологии 2012-2013 года. А в терминологии конца 2014 года мы имеем страну, которая входит в полномасштабный валютный, финансовый и экономический кризис.